Извещатель пламени обнаруживает пожар. В университете гражданской защиты курсантам рассказывают о современных способах тушения пожара. Будущие спасатели осваивают работу установки гашения огня. Видят, как с помощью углекислого газа перестает гореть бензин, а воспламенившийся термокабель тушит специальный аэрозоль. Алексей Анатольевич поджигает бензин. Вот загорелся термокабель, и вот защищаемый объем заполнится огнетушающим аэрозолем, и горение прекратилось. То же самое может произойти и в объеме всего помещения. Начальник кафедры информационных технологий Александр Деревянко убежден, предупредить пожар можно только одним способом – установить в школе или торговом центре современную автоматическую систему безопасности. Мы тесно сотрудничаем с рядом вузовой, в частности, с Харьковским политехническим институтом. Совместно сейчас идет у нас разработка современных систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, которые позволят осуществлять эвакуацию людей по беспроводному каналу, то есть фактически не нужны провода. После трагедии в российском Кемерово спасатели Харьковщины по распоряжению Кабмина начали проверять торговые центры, школы, детские сады и больницы региона. Таких объектов больше двух тысяч. Пока обследовали техногенную безопасность почти восьми, сотнях из них. 844 должностных лица привлекли к ответственности, а в окружной админсуд отправили шесть исков на приостановление эксплуатации объектов. По данным спасателей, чаще всего неисправны системы защиты от огня, нет противопожарного водоснабжения и устарело электрооборудование. Устанавливать автоматизированные какие-то там оборудования, чтобы это все срабатывало без участия людей, потому что человеческий фактор тоже важен. Если бы такая была начинка и все так бы хорошо работало, то я думаю, что пожаров бы было намного меньше и все срабатывало бы вовремя, и пожарные бы успевали там тушить, если бы чуть-чуть загоралось. Как считает Александр Деревянко, владельцы торговых центров экономят напротивопожарной безопасности. В местах массового пребывания людей должны быть правильно спроектированы пути для безопасной эвакуации. Присутствуют системы автоматического обнаружения огня и оповещения, а также системы удаления дыма. Если бы всех руководителей объектов собрать и провести по одному крупному пожару, особенно с гибелью людей, особенно с значительным материальным ущербом, а в Харькове таких примеров достаточно, я думаю, многие руководители по-иному бы относились к безопасности тех объектов, которые они возглавляют. Внимание! Работала пожарная сигнализация. Всем покинуть помещение.